Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Выходные в разгаре и самое время рассказать вам о новостях игровой индустрии. А рассказать есть о чем. У Starfield и Redfall большие проблемы, а Sony летит в облака. В общем, устраивайтесь поудобнее, доставайте гречу с курой, нажмите на кнопку лайка и подписки, звякните в колокол и перейдите в наши соцсети по ссылкам в описании и первом комментарии. Вы на канале DLC и мы начинаем. Начнем мы, пожалуй, с новости о том, как же нас, геймеров, много. По итогам недавнего исследования аналитической компании DFC Intelligence, сейчас в видеоигры играют 3,7 миллиарда человек. Статистика показывает, что за последние три года число геймеров во всем мире увеличилось на 700 миллионов человек. В 2020 году, по оценкам DFC, в видеоигры играли более 3 миллиардов человек. DFC Intelligence утверждает, что глобальная цифра не так велика, как кажется. Из 3,7 миллиарда геймеров только около 10% или 370 миллионов генерируют большую часть доходов индустрии. Точные цифры остаются неясными, но по оценкам аналитических компаний, таких как New Zoo, в 2022 году рынок игр заработал 184,4 миллиарда долларов, не считая доходов от мобильной рекламы и азартных игр-листавок. Мобильные игры принесли 50% от общего дохода или 92,2 миллиарда. Тогда как консольные игры принесли 51,8 миллиарда долларов, то есть 28%, игры на ПК – 38,2 миллиарда или 21%, а браузерные игры – 2,3 миллиарда долларов, то есть всего 1% рынка. Вот такая вот интересная статистика. А теперь целая пачка новостей от компании Bethesda. Судя по странице космического ролевого боевика Starfield в Steam, Microsoft, которым принадлежит беседка, внезапно решила убрать из игры русскую локализацию. Информация нашла отражение в базе данных SteamDB, свое решение Bethesda пока никак не комментировала. Важно отметить, что изначально, когда в Steam только появилась страница игры, упоминание о поддержке русского языка было. Впрочем, отсутствие русского языка – локальная проблема. Есть у Starfield и трудности покрупнее. Специалиста Digital Foundry Джона Линнемана, по его словам, очень бы удивило, если в такой крупной игре, как Starfield, было бы 60 фпс. Если у Bethesda все же получится обеспечить высокую частоту кадров, то это будет впечатляющий результат, учитывая масштаб игры. Подобная проблема затронула не только Starfield, о котором информации не так много. 2 мая выходит Redfall – кооперативный боевик от студии Arkane. И разработчики признали, что на релизе вампирский шутер Redfall не будет работать при 60 кадрах в секунду на консолях Xbox Series XS. На консолях Microsoft будет только режим качества, в котором игра на Xbox Series X работает в 4К и при 30 кадрах в секунду, и в 1440p при тех же 30 кадрах в секунду на Series S. Режим производительности разработчик обещает добавить позже с обновлениями. Комментаторы под публикацией задаются вопросом, почему Arkane опаздывает с первоапрельскими шутками и предлагает перенести релиз игры. Перенесите тогда релиз, пока не реализуете 60 FPS. Подожду режим производительности тогда. Лол, что? Классная первоапрельская шутка, ребят. Чуток опоздали, но я все же улыбнулся. Ребят? Игра даже не выглядит хорошо, вы серьезно что ли? Эта игра – первый крупный проект от Microsoft за последние полтора года, и выпустить его в плохом состоянии – определенно не лучшее решение. Однако пока имеем, что имеем. Но вернемся к Starfield. Bethesda Game Studios недавно объявила о поиске нового разработчика, которому поручено создавать высококачественный контент уровней открытого мира, и одним из его достоинств должно быть обширное знание различных многопользовательских игр с открытым миром. Можно предположить, что в будущем Starfield может получить полноценный онлайновый режим. Следует подчеркнуть, что компания не набирает сотрудников для The Elder Scrolls Online или Fallout 76, поскольку первой игрой занимается Zenimax Online Studios, а за вторую отвечает Bethesda Austin, Double Eleven и Sparasoft. Главное подразделение компании, Bethesda Game Studios, сейчас работает над Starfield, а в будущем разработчики должны представить The Elder Scrolls VI. Впрочем, возможно, что студия уже начинает набирать специалистов для будущего The Elder Scrolls VI Online. Но, судя по имеющейся информации, делать это рано. Blizzard Entertainment выпустила новый трейлер своей грядущей боевой ролевой игры Diablo 4, посвященной одному из играбельных классов. Это разбойник, который может поражать врагов с помощью луков, резать кинжалами и наносить удары из тени. Класс был доступен во время бета-тестирования Diablo 4, и у него явно появилось множество фанатов, благодаря эффективным способностям и таинственному внешнему виду. Но стоит иметь в виду, что сборки с разбойником будут строиться вокруг низкой брони и высокой мобильности. Также стоит обратить внимание на предметы, увеличивающие скорость атаки и с высокими значениями шанса критического урона. Друзья, нам с вами, заядлым геймерам, нужно беречь себя для последующих прохождений новых замечательных игр. Мне ли не знать, вот так посидишь за игрой часок, другой, пятый, потом не то что активничать, а и разогнуться невозможно. А вообще удивительно и пугающе, но за последнее время болезни позвоночника стремительно молодеют. Исследования в России и Нидерландах показали, что 9 из 10 людей уже в 30 лет имеют грыжу или протрузию в позвоночнике. Что без должной терапии приводит к хроническим болям в спине, проблемам со сном и постоянному дискомфорту. А вот к врачам обращаются единицы, остальные сидят на таблетках и уколах или же привыкают вечно жить с болью. Друзья, терпеть боль в спине опасно. Тем более есть простой, доступный и эффективный способ. Это запатентованная методика лечения практически любых болей в шее, спине и пояснице. Кордус сакрус. Методика кордус сакрус основана на принципах мануальной терапии. Она безопасна и нетравматична, даже в хронических случаях. Давление аппарата ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 3 сантиметра. Что снимает спазм – основную причину болей в спине. Столь глубокую проработку не обеспечивает никакой другой мануальный или аппаратный метод. Методика кордус сакрус эффективна в борьбе с такими патологиями, как спазмы мышц позвоночника, межпозвоночная грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие. Женщины отмечали, что проработка мышц шеи и затылка избавляет от головных болей и так называемого вдовьего горба. Кроме того, методика благотворно влияет и на гормональный фон, повышает фертильность и восстанавливает нервную систему. Методика помогает подготовиться к беременности за счет активизации кровообращения и нормализации положения органов малого таза. Это же помогает молодым мамам быстрее восстановиться после родов. А мужчины отметили приятный побочный эффект после проработки мышц поясницы, нормализация кровотока таза и усиление потенции. Одновременно использование аппаратов Cordus и Sacrus повышает эффективность лечения на 40%, особенно если вы старше 30 лет. А эта новая модель аппарата Cordus Cordus Vibra с режимом вибрации помогает от боли даже в запущенных случаях, а также снимает стресс и улучшает сон. И еще одна новинка – аппарат Sacrus Physio с вибрации и микротоковой стимуляцией. Аппарат эффективно лечит защемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза. Цена одного аппарата всего 4900 рублей, как пара сеансов массажа. Только аппараты, в отличие от массажа, покупаются один раз на долгие годы и на всю семью. Если за месяц методика не поможет, производитель аппаратов просто вернет деньги. Впрочем, за 10 лет возврат составил менее 2% из 150 тысяч проданных аппаратов. Узнать подробнее методики и заказать аппараты можно на официальном сайте Cordus Sacrus. Ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под роликом. Ghostwire Tokyo получила обновление с новым контентом и разнообразными улучшениями. Оказывается, в этом обновлении спрятали систему защиты Denuvo. Пользователи заметили, что размер X-файла Ghostwire Tokyo увеличился после установки обновления. В игру действительно добавили Denuvo. Примечательно, что Ghostwire Tokyo выпустили в 2022 году. На форуме в Steam пользователи не в восторге от решения Bethesda. Ситуация получилась максимально странная. Целый год защиты у игры не было, а сейчас ее добавили. Как правило, все разработчики спустя год наоборот убирают Denuvo. В Steam состоялся релиз шутера Calibre. Игра уже не новая, ранее она была доступна вне сервиса Valve. На старте пиковая онлайн-игры 1S Game Studios в Steam превысила отметку в 4 тысячи игроков. О Calibre пишут разнообразные отзывы. Из более чем 474% положительных. При этом заметная часть отрицательных отзывов оставлена теми, кто играл в шутер до релиза в Steam. Такие игроки-ветераны пишут, что с развитием игры проблемы. Часть аудитории они называют танкистами, игроки World of Tanks, которые не особо понимают происходящее в Calibre. Это также относится и к части разработчиков. Играю в Calibre, сейчас у меня 98 уровень аккаунта. Активно с августа, начинал еще когда 1S Game Studios сотрудничали с Wargaming. Основная целевая аудитория в игре из-за этого — очень большое число танкистов, которые не понимают, куда они попали и как играть в игру, при том, что некоторые играют в нее с момента ее выхода в ЗБТ. Половина разработчиков точно такая же, как и игроки, и разработчики в танках не играть, не понимать игру абсолютно не хотят. Работают только моделеры, которые рисуют легендарные скины на персонажей. Также отмечают определенную непоследовательность разработчиков, обещают одно, а на выходе получается что-то совершенно иное. Портал The Verge обратил внимание на новые вакансии в Sony, описание которых свидетельствует о наполеоновских планах компании в области облачных технологий и игр. Судя по всему, Sony собирается произвести настоящую революцию. Компания в общей сложности открыла 22 вакансии в своем подразделении Future Technology Group, приглашая на работу программистов, технических инженеров и специалистов по сетевой инфраструктуре. Компании также нужен бизнес-аналитик и директор по управлению продуктами. Помимо этого, Sony все активнее патентует связанные с облачными играми технологии. На большинстве патентов указано имя архитектора PlayStation Марка Черни. Напомним, с недавнего времени по сети циркулирует информация о некоем устройстве под названием Q-Lite, которая будет работать в тандеме с PlayStation 5 и при помощи Remote Play. Однако редактор The Verge Шон Холлистер не верит, что Sony планирует столь ограниченное устройство. В недавнем исследовании компании Compare the Market опросили тысячу человек из Америки и Австралии, чтобы выяснить, какие игры привели к наибольшему количеству случайных повреждений в домах. Выяснилось, что чуть более 33% опрошенных признали, что из-за Call of Duty наносился какой-либо ущерб имуществу. На втором месте Fortnite – чуть более 29%. Третье место заняли игры с мечом в помещении – 25%. GTA и Mario Kart также есть в списке, как и VR-игры. В последнем случае это происходило из-за случайных слепых движений. Согласно исследованию, средняя стоимость ремонта составляет 477 долларов 34 цента. Наиболее повреждаемые предметы – ноутбуки, смартфоны и планшеты. На втором месте – дыры в стенах, потолке или полу из-за неуклюжести и моментов ярости в соревновательных играх. Странно, что соус-лайк игр в списке нет. Глава From Software Хитатака Миядзаки попал в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time. Он стал вторым разработчиком, удостоившимся такого внимания от известного издания. Первым еще в 2007 году был Сигэро Миамото, генеральный директор Nintendo EAD, и создатель таких игр, как Марио, Донки Конг, The Legend of Zelda, Star Fox, Nintendogs, Wave Race и Pikmin. Что примечательно, деятельность Миядзаки описал президент Naughty Dog Нил Дракман. Я был просто жалок, когда в первый раз играл в одну из игр Хитатаки Миядзаки. Самый первый враг продолжал меня убивать снова и снова, но когда я замедлил свой подход, начав обращать внимание на детали, меня будто озарило. Мне удалось одолеть врага и продвинуться дальше. Я заслужил победу и почувствовал прилив сил. По мере того, как я продвигался дальше, я становился гораздо более внимательным и осторожным. Взамен мир подарил мне напряжение, красоты и сюрпризы. Владельцы Xbox получили сервис Ubisoft Plus Multi Access, предлагающий им доступ к библиотеке из более чем 60 игр, включая серии Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Ubisoft Plus на Xbox не является частью подписки Game Pass, как в случае с EA Play от Electronic Arts, а представлен в виде отдельного сервиса, стоимость которого составляет 18 долларов США в месяц. Отмечается, что оформив Ubisoft Plus на Xbox, бонусом игроки также получат доступ к сервису и на ПК, где игр уже больше 100. Анимационная адаптация Super Mario Bros. смогла заработать в мировом прокате более полумиллиарда долларов. Результаты адаптации Super Mario Bros. превзошли показатели Варкрафт и Покемон Детектив Пикачу. Она стала самой кассовой адаптацией видеоигры в истории. По состоянию на 14 апреля 2023 года распределение сборов следующее – 260 миллионов долларов в США и 248 миллионов в остальном мире. На Rotten Tomatoes у Super Mario Bros. Movie зрительский рейтинг 96%, а вот рейтинг критиков 58%. Согласно исследованию, проведенному в Экаплее совместно с платформой Skillbox, многие игроки из России очень хотели бы увидеть экранизацию Atomic Heart. Пятерка лидеров выглядит следующим образом. Atomic Heart 45%, Cyberpunk 2077 44%, God of War 35%, Red Dead Redemption 2 33% и GTA 26%. Из уже вышедших фильмов больше всего зрителям полюбился Warcraft 43%, следом шел сериал Arkane по мотивам League of Legends 42%, а на третьем месте расположилось шоу The Last of Us от HBO 38%. В пятерку также попал Mortal Kombat 28% и Uncharted на картах не значится 27%. В опросе приняли участие 123 тысячи студентов-разработчиков и геймеров из России. А что бы ответили вы? Анонсирована новая игра с интересной задумкой. Immortals of Avium выйдет 20 июля 2023 года. Это магический шутер от первого лица от Ascendant Studios, а издателем выступит Electronic Arts. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS. Действие Immortals of Avium происходит в новой фэнтезийной вселенной, которая охвачена магией и полна конфликтов. Главным героем истории станет Джак, вступающий в элитный орден магов и владеющий всеми тремя цветами магии — синим, зеленым и красным. Благодаря этим силам будет возможность уничтожать легионы врагов. Большое значение в бою имеет подготовка комбо и отражение атак. Генеральный директор Ascendant Studios Брэд Робинс сообщил, «Я невероятно рад наконец-то показать миру Immortals of Avium. Это было пятилетнее путешествие для нас в Ascendant. Я очень горжусь командой и их стремлением создать нечто великое. Мы поставили перед собой цель создать кинематографичный, захватывающий шутер в оригинальном фэнтезийном мире с быстрым плавным боем и эпической историей. Я с нетерпением жду того момента, когда все погрузятся в игру». Генеральный директор EA Partners Джефф Гаммон также рассказал, «EA Originals поддерживает отдельных людей и команды, которые хотят продемонстрировать свое новаторское творческое видение в создаваемых им играх. Мы обратили внимание на Ascendant, когда увидели, как они органично вплели магию в боевые действия шутера от первого лица. На фоне захватывающего сюжета, за которым так и хочется следить». Брэд собрал невероятно талантливую команду, чья непоколебимая страсть к созданию оригинальных ААА игр, глубокой истории и рассказыванию новых фантастических историй в полной мере проявляется сейчас в Immortals of Avium. Immortals of Avium станет частью EA Originals, но на этот раз это не очередная сетевая игра, а сюжетный проект за полную стоимость — 60 долларов за версию для ПК и 70 долларов за консольное издание в США. В продаже также появилось делюксовое издание, оцениваемое на 10 долларов больше. Один из сценаристов серии Portal, Эрик Вальпау, признался, что он только шутит, когда публично говорит, что ему было бы интересно поработать над новой Portal. Создание тройки потребовало бы немалых изменений внутри Valve. Объяснение появилось в подкасте My Perfect Console. Правда в том, что при такой плоской структуре, как у Valve, затраты на создание чего-либо должны быть сбалансированы с потерями в других местах. Все, что сейчас происходит в Valve, требует от людей преданности и самодачи, и эта преданность добровольная. Компания известна своим необычным подходом к структуре, где нет менеджеров. Разработчики присоединяются к проектам, которые им нравятся, а не к тем, которые должны быть сделаны. В теории Valve не гигантская компания. Я думаю, что из-за огромного влияния Steam люди иногда думают, что это так, но на самом деле в компании работает не так много людей. Он назвал цифру в 300 сотрудников, и это не только разработчики, но и специалисты по серверам, юристы, бухгалтеры и так далее. Требуется рабочая сила для поддержки Dota, требуется рабочая сила для поддержки CSGO, а случайный характер работ Valve означает, что многие эксперименты просто проваливаются. И как бы я не ценил то, над чем я работал в Valve и свое время в компании, если бы мне пришлось выбирать между созданием игр и поддержкой Steam, я бы выбрал Steam. Сценарист покинул компанию в 2017 году, а затем вернулся после двухлетнего перерыва, чтобы поработать неполный рабочий день, помогая с Half-Life Alyx и Aputure DeskJob. Все, что я говорю, следует воспринимать с долей скептицизма, поскольку у меня нет полного представления об экосистеме Valve. На мой взгляд, люди часто думают, я и сам часто так думал, что проблема в деньгах, в то время как настоящая проблема – это нехватка рабочей силы. Приходится выбирать над чем работать, а время тоже не резиновое. Сегодня завершился бета-тест кряка для Assassin's Creed Valhalla Complete Edition, и Impress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена от Denuvo V15, плюс VM Protect, плюс Uplay R2, плюс Custom. Кроме того, Impress сообщила, что ее взлом, в отличие от лицензионной версии игры, делает Discovery Tour доступным полностью в офлайн-режиме и не требует подключения к серверам Ubisoft. Помимо этого, Impress, как и обещала, выпустила кряк отдельно, чтобы людям не требовалось скачивать полные ИСы игры, если у них уже имеется дистрибутив игры. Также она сделала обращение к бомбящим мужикам. В прошлом месяце отчет Джейсона Шрайера из Bloomberg показал, что после резкой критики, полученной после последней презентации на PlayStation State of Play, Warner Bros. и Rocksteady приняли решение отложить выпуск Suicide Squad Kill the Justice League на несколько месяцев. Релиз изначально был запланирован на конец мая, и теперь пришло подтверждение переноса. В сообщении, опубликованном на официальном аккаунте игры в Твиттере, Warner Bros. и Rocksteady объявили, что Suicide Squad Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года, спустя почти 10 месяцев после назначенной даты релиза 24 мая. По информации Джейсона Шрайера, задержка связана с полировкой игры, а не с изменением ее сути. Несмотря на то, что много критики было связано именно с тем, что она опиралась на модель игрового сервиса. По словам самого Шрайера, команда была проинформирована об этом, и им ни разу не сказали, что задержка была вызвана приемом геймплея, который был показан в феврале. На самом деле, журналист напоминает, что 9 месяцев — недостаточный срок, чтобы полностью изменить характер игры. Согласно другим слухам, разработчики намерены убрать из игры требование постоянного подключения к интернету. Игра будет предлагать однопользовательский режим, но пока разработчики сообщали, что подключение к интернету будет требоваться даже во время одиночной игры. Источником этой информации является обычно очень осведомленный журналист Джесс Кордон из Windows Central. Разработчики из студии Frictional Games взяли дополнительное время на полировку своего нового детища — хоррора Amnesia the Bunker. Новая часть знаменитой серии теперь выйдет на неделю позже. Однако это не единственное изменение в планах студии. Геймеры обратили внимание, что из официальных материалов Amnesia the Bunker пропало упоминание Game Pass, хотя хоррор должен был выйти там на релизе. В последнем трейлере Amnesia the Bunker подписка Game Pass больше не указывалась, также упоминания о ней пропали в официальном пресс-релизе игры. Теперь там утверждается, что хоррор выйдет в Steam, NGS, GOG, PlayStation и Xbox One. Кроме этого, разработчики удалили в своих социальных сетях пост с информацией о добавлении хоррора в Game Pass. Вероятно, игру придется покупать отдельно, или она появится в каталоге позднее. Официально Frictional Games не комментировали эту информацию. Некоторые недавно появившиеся объявления о вакансиях позволяют предположить, что в Mafia 4 могут появиться многопользовательские элементы, а также намекают на некоторые другие подробности геймплея предстоящей игры от Hangar 13. Дочерняя компания 2K подтвердила, что новая игра Mafia находится в разработке еще в августе, но с тех пор практически ничего больше не раскрыла о проекте. Некоторые недавно появившиеся объявления о вакансиях показывают, что Hangar 13, похоже, уже имеет четкое представление о том, какой должна быть Mafia 4. Одно из этих недавно обнаруженных объявлений призывает кандидата с опытом создания многопользовательских игр с живым обслуживанием. Новый поток объявлений о вакансиях от Hangar 13 также фактически подтверждает, что в Mafia 4 будет стелс-геймплей, поскольку в нем содержится призыв кандидатам, которые могут разработать увлекательные стелс и боевые геймплейные циклы. Это не такое уж удивительное открытие, учитывая, что элементы стелса были частью серии с момента выхода оригинальной игры 2002 года. Недавно появившееся объявление о вакансиях также позволяет предположить, что в Mafia 4 будет использоваться движок Unreal Engine 5, поскольку в них содержится конкретный призыв кандидатам, имеющим опыт работы с одной из двух последних версий вездесущего движка Epic Games. На недавно просочившемся в сеть изображении из Assassin's Creed Mirage можно увидеть, что в игру может быть добавлена новая функция, известная как расследование. На снимке из утечки фрагмента интерфейса, который предположительно является главным меню, мы видим три выделенные вкладки – инвентарь, инструменты и расследование. Возможно, на этой вкладке всего лишь указан список целей, который предстоит устранить Басиму. А возможно, она указывает на то, что игрокам самим предстоит проводить расследование, узнавать личности и выслеживать нужные им цели в режиме детектива. Вполне возможно, что речь идет о расследованиях в стиле Бэтмен Архэм, но это лишь предположение. Информация получена от Экс Джонатан, который, если кто не знает, пользуется хорошей репутацией в сообществе Assassin's Creed. Тем не менее, не следует принимать подобные сведения за чистую монету. Но Экс Джонатан уже не раз доказывал свою правоту. Ну и под занавес милое сердцу рубрика «Цирк с конями». Пользователь интернета под ником Элвайт рассказал, как выиграл пожизненный Xbox Game Pass Ultimate, но отказался от приза. Он живет в США, где налоговая политика устроена так, что для него этот приз дороговат, и он не видит смысла платить столько. Дело в том, что, согласно законам США, этот приз расценивается как доход. Таким образом, он добавит ему 7300 долларов к доходам за 2023 год, что потребует заплатить 1752 доллара налогов, 24% от стоимости приза, не считая налог штата. Этот пожизненный Game Pass Ultimate технически рассчитан на 40 лет, отсюда и сумма 7300 долларов. Геймер прикинул, что такой бесплатный Xbox Game Pass Ultimate окупился бы лишь через 10 лет. Примерно 1752 доллара он заплатил бы за подписку за 10 лет. Приз передать нельзя, обналичить тоже нельзя, пришлось отказаться. Такие дела. И на этом у нас все. А теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра!